тренер привет видите какая майка на мне конечно конечно вижу жаль что у меня нету майки сборной латвии я тоже бы надел как у вас сколько два года работали латвии или больше даже 22 ровно ровно 2 и нету майки сборной плохо чего не поделаешь друзья друзья должны подарить тренер сразу с такого вопроса сейчас все про вирус про вирус говорят а вы сейчас находитесь в хорватии правильно понимаю да да в хорватии там пару дней назад землетрясение было может расскажите насколько это там фотографии видел довольно серьезно по фотографиям выглядит вот так и было серьезно такое впечатление не очень приятно я надеюсь что она не повторится но повторяется почти каждый день вот с этого дня там с утра воскресенья до сегодняшнего дня каких-то 100 подземных ударов но они конечно не такие большие как этот вот первый второй то что ночь 6 24 утра все спят и и вот как-то знаешь не могу даже сказать знаешь как и бывает но кто-то шумя там дверь или там какие-то голосы но человек спишь и ты не обращаешь внимание до мешает тебе спать но ты не обращаешь внимание но в этом случае как-то я не могу тебя даже объяснить как-то этот механизм или страха чтобы его защиты какой-то внутренней но ты просыпаешься и ты понимаешь что вот какая-то паника что это здесь больше чем простой звук вот самое начало что помню то этот какой-то как нойс как будет на шум 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 да как будто включается знаешь это стиральная машина когда уже спине издалека тогда как будто да 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 но на этот голос этот этот шум он шумнее 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 становится я вот при прибежал другую комнату вижу здесь все шевелится там шкаф лампа там стол и так далее понимаю что это уже но как-то будто под сознанием ты знаешь что происходит но вот тогда когда видишь не веришь до конца да да но но слава богу это все очень быстро там протяну несколько секунд каких-то я думаю до 10 секунда все и ну и все успокоилась как-то опять лег там телефон включил там сразу на гугл видео вижу что произошло землетрясение там никаких фото пока нету но потом уже начали там спрашивать как ты как там понял что не приснилось серьезно а вы один в хорватии семья один один вообще один семья у меня в вильнюсе то вот это еще но с одной стороны тяжелее с другой стороны я не знаю как бы реагировал если еще там дети были здесь рядом то вообще не знаю как то вот встал тогда уже вижу что уже я присылаю там фотографии загреба что загреб там довольно плохо пострадал думаю пойду включу телевизор начал жене писать что вот какие приключения у меня не успел выслать семь часов опять опять все трясется опять то же самое уже бегу в коридор и и чувствую вот как весь дом вот так с одной стороны другую с одной с другую и опять так но слава богу что это все вот несколько секунд каких-то говорю до десяти секунд если бы это было больше я не могу представлять как вот это надо было пережить если все вышло 2-3 минут ну а и даже до 1 до 2 до 1 раза наверняка вам никто там я так ну насколько я помню в хорватии это не так часто бывает но вот после первого это какие какие инструкции вам говорили люди может быть или там по телевизору что говорят надо убегать из дома но не можно убегать когда вот именно идет это землетрясение нельзя уже там я да потому что там но говорят что эти лестницы там лифты это самые первые самые опасные вообще говорят надо стать у это как несущая стена как говорится да которые вот рядом с этой да держи дом с этой стеной или там под столом твердым тоже вот можно чтобы нет ничто на тебя не рушился там стекла или какая-то мебель и так далее но уже после второго после второго этого удара то уже все собрал взял там ключи там куртку все отделся думаю все иду в машину там поеду где-нибудь там на какой-то открытое место но вышел вижу соседы тоже там вот перед передо мною там старики какие-то живут тоже испугавшиеся но там говорю все мне уже достало выхожу на улицу а там полно людей полно там с маленькими детьми там собаками думаю эти домашние животные тоже как-то не очень переживают но поехал там в открытое место там тоже постоял с машиной потом вижу что начали полный полный город был там видел вот когда ехал там видел что люди там на улицах и знаешь там до этого всю неделю было очень тепло в карвати 22 23 градуса тепла а вот именно воскресенье уже вот там плюс четыре только плюс три ветер холодно и теперь вот третий день идет снег третий день идет снег вот апокалипсис вирус еще говорим про я хотел я вас перебил вы сказали хотели мне кажется сказать когда последний раз в хорватии было землетрясение или но вот такое довольно сильное которое разрушило загреб это было 140 лет назад вот не было такого теперь вот тоже загреб пострадал там но все равно я думаю побольше таких старых зданий то вот там пострадали побольше у нас там ни что там ни дома не разрушились ничего но но и теперь вот вижу там есть эти сайты где там регистрируют каждый этот удар то каждый день бывает там один или два удара но здесь уже как-то не чувствуется один или два раза так поменьше почувствовал но но так такого уже нет а сколько километров до загреба снова горится до загреба я не знаю да я не был там старом городе но примерно каких-то 10 километров отсюда эпицентр это очень близко 10 километров я думал подальше это как как пригород но как пригород вот поближе я думаю даже может как ригой юрмала может быть юрмала еще дальше чем на такой ситуация про вирус конечно тоже не не могу спросить мы тут про балтию знаем а как в хорватии с этим вообще обстоят дела потому что больше информации про понятно испания италия германия и мы тут своих балтия эстония литва как в хорватии ну то же самое думаю как и везде теперь там не не очень спокойно и в хорватии больше чем 400 этих заболеваний инфекцированных да но каждый день конечно прибавляется но мы уже целую неделю сидим дома уже карантин там на улицу выхожу раз или два раза там недели только магазину людей очень мало но но магазинах пока все спокойно ходишь пускает товар есть там продукты есть и все и сидишь дома то так как думаю весь мир теперь делает но на но так неприятно чуть-чуть до с точки зрения психологии что непонятно когда это закончится семья в вильнюсе и как у них дела там в вильнюсе но у них тоже там они они троем сидит собакой три три дома собакой тоже сидит но но как конечно не очень не самая идеальная ситуация но не могу думать про только против себя там весь мир теперь так живет и ничего здесь не поделаешь конечно лучше было бы рядом быть семьей или там работать но надеюсь не дает надеюсь проживем но сейчас о футболе тоже мы с ним можем поговорить все таки конечно парфутболу хотел спросить сразу такой вопрос я может быть что-то пропустил может быть какое-то интервью было об уходе с рфша хотел спросить с каким как это вообще получилось и с какими ощущениями вы общались с президентом с директорами как это все описать но так в двух словах не получится но рассказать но все очень быстро произошло и так так очень довольно тяжело болезненно и для меня и серьезно очень было думаю одно из самых трудных решений в жизни там и мы как если ты помнишь мы были там в беларуси играли товарищскую игру потом весь день там субботу ехали в польшу пока там ниц и так далее поздно вечером приехали даже там когда въехали беларусь знаешь там интернет дорогой даже не проверяли там не результаты не ничего и вот когда там приехал получил там посмотрел результат его там как сыграл вот горец а вижу что 06 проиграли но вот следующий день там поступил звонок и и надо было решать все но примерно быстрее чем 24 часа но но тут надо 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 уточнить тут что в горец и работает но я наверно могу сказать что ваш друг правильно чтобы понимали знаешь как работает бывший мой спортивный директор с которым я работал жаль гересе три года то вот от него пришло это предложение и и надо было решать очень очень быстро конечно в рфша два года это было как бы я не могу даже там несколько словами описать это было но то что я думаю каждый тренер может только мечтать работать таком клубе с такими людьми и и там было очень и очень и очень хорошо и получил все что нужно главному тренеру и возможность работать условий игроков и и все что есть но но как понимаешь знаешь каждый игрок и каждый тренер тоже мечтает подняться и вот это было такая да такое вот решение что когда если не теперь как но когда там тоже мне же как как будто да все говорят молодой тренер там и так далее но не такой я уже молодой же 43 и каждый год идет и и ты понимаешь если ты из латвии или из литвы то это очень трудно подняться где-то вверх там если у игроков есть еще какие-то агенты которые там но не очень хороший игрок но хороший агент это можно еще что-то делать то с тренерами вообще по-другому и вот я уже там один два три раза отказался отказывался от подобных там предложений потому что но очень хотел очень мне и нравилось и рига и городе как говорю и клуб делал для меня очень много но но вот этот пришел я думаю этот момент когда должен был задать себя вопрос но когда если не теперь но вот все сложилось так что как руководство сегодня ровно месяц как я приехал вот корвати ровно месяц двадцать пятого февраля так время быстро летит на другой вопрос как руководство рфс это восприняло и были ли какие-то такие может быть сомнения что они все-таки скажут нет есть контракт работаем ну конечно было знаешь но как приняло я думаю если если я здесь то приняло с пониманием но но я понимаю что не мнением этот развод не был очень легкими и думаю что это понятие то все равно но рано или поздно перед придет что этого шага но я я не мог избежать и рано или поздно я должен был его сделать я конечно не думал что все сложится так быстро но сложилось как сложилось последний вопрос про рфша не знаем сейчас когда будет вообще футбол но это другой вопрос это сейчас она не главный вопрос но мало было информации мало видели рфша в эту предсезонку может быть можете назвать там двух трех футболистов за которыми можно следить которые по-вашему могут стать открытиями чемпионата вот именно из новых игроков в рфша который ну вы почти всю предсезонку провели поэтому хорошо знакомы с ним да я думаю хорошо знаком с командой но команда я думаю нужно будет немножко времени потому что но как бы ни было там семь игроков главного состава такого который вот очень хорошо выступал в концу прошлого сезона не стало но пришли я думаю тоже сильные игроки которые которым нам нужно время сыграться я думаю клуб очень хорошем положении я думаю вся вся система структура как работает и тренерский штаб и игроки и руководство клуба то это только дело времени пока этот клуб получит то что они хотят но про игроков отдельных я думаю очень тяжело говорить но все равно самое важное это команда и новый тренер теперь как он будет видеть этих игроков но я думаю весь состав начиная там все эти как сказать говорят все линии все линии состава от вратаря защитник и вот поменялись там центральные защитники полузащитники полузащитники тоже опорные защитники полузащитники поменялись там может быть больше стабильности там впереди осталось а там где будет играть там дарко лимаич тома шимкович седрик аудио там более-менее те же самые но я думаю в каждой из этих линий там найдутся и будет свои лидера и я думаю только дело времени когда команда сыграется я думаю будет очень 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 крепкая команда очень искренне желаю удачи чемпионате и европе и буду но самый большой болельщик не буду пропускать ни одной игры которую только смогу посмотреть я надеялся что вы назовете защитника одного жига но сжига знаешь я думал что в латвии только один а сейчас два получается как он на поле жига жига маленький жига большой как он на поле высокий да он почти два метра центральный защитник словенец я думаю молодой очень очень знаешь из этой категории игроков которые вот есть игроки обучаемые которые вот даешь информацию он очень быстро ее принимает и очень быстро старается вот ты сразу видишь какие-то плоды своей работы то я думаю вот этот игрок именно такой и при этом тренерском штабе который есть в рфша я думаю он точно может очень хорошо раскрыться я вас обманул тренер не последний это был вопрос с виктором морозом проработали три месяца до почти получается что потому что на данный момент это ну по крайней мере мне так кажется один из самых таких сильных молодых тренеров которые могут на которого большая надежда в латвии что какие у него может быть сильные качества понятно что про других тренеров обычно никто не любит говорить но вот может быть сильные качества какие то есть я я тоже думаю что это очень перспективный специалист большим потенциалом я думаю что вот именно так как сложилась теперь ситуация у него очень хороший шанс потому что там и и доверие клуба и возможность работать и какие-то свои идеи предотвратить это очень и очень хороший хороший клубе я думаю что у виктора есть свои свои идеи своя мысль но это тренер который очень хочет учиться очень голодные знания которые каждый день читает интересуется и характерные черты такое как такие как спокойствие умение слушать я думаю это очень очень ему пригодится и и мы тоже являемся на постоянном контакте и общаемся постоянно то думаю что это тренер нужно только время и он себя очень хорошо проявить и покажет себя в лоперском футболе и кто знает может быть и выше про вашу новую команду и про чемпионат наверное там сколько вы получилось три или четыре игры до сыграли три игры до три игры сыграли до какие там наверняка следили до этого какие что можете рассказать от латышским болельщикам если там условно сравнивать с лигой выводы какие то может ну я думаю там про хорватию вообще мало кому надо представлять хорватский футбол это очень футбольная страна сразу я первого дня это почувствовал даже там пресс-конференция сколько журналистов какой интерес каждый день выходит спортивная газета где пишет про тебя про игроков там если ты играешь плохо то так как латвии знаешь там но сыграл плохо но там какие-то самые близкие знает там кто-то может тебя какое-то давление делать но но здесь если ты плохо играешь ты уже не можешь спрятаться там газетах после каждой игры там большие описание игры там эти баллы игроком ставят тренером как кто сыграл и так далее на разных телевизионных каналах есть три аналитические передачи где вот эксперты сидят и каждый тур анализирует и тоже разбирает игру твоей команды и так далее так здесь но в этом плане я думаю для меня очень большой шаги очень много чего еще надо научиться как себя вести как себя позиционировать но думаю в этом очень очень интересно и вот чего нам и не достается в латвии или литве потому что здесь это мотивация у игроков она должна уже быть сама собой потому что если ты будешь плохо играть это уже не только тренер или директор или президент клуба придет и скажет что ты болельщики тоже стадионах может быть там болельщиков но разные клуба собирает по-разному например вот была игра там гайдук динамо загреб там двадцать две тысячи пришли но там если брать эти маленькие команды то бывает там тысяча полторы тысячи но две тысячи вот 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 так но уровень футболистов то здесь вот тоже очень бросается в глазах то что но нету нету таких выходных на тренировок или на игры каждый выкладывается на все сто процентов потому что все понимают что молодежи хорошей молодежи здесь много если ты не будешь выкладываться сразу тебя будет переводить там вторую команду а за за ворота стоит еще там каких-то пятнадцать или двадцать таких же очередь будет хотеть больше то вот это сразу бросается в глазах ну а так для меня тоже очень большой такой очень важный опыт и как если знаешь как вот жаль гирис или рфша я там приходил команды где сначала сезона где подбирали игроков и и ставили задачи что-то выиграть и попасть европу здесь но пока команда на шестом месте и конечно там тренера никто не увольняют когда все идет хорошо то значит не все не все хорошо и надо вот сразу помочь игроками команде клубу чтобы поднялись то это не так не так просто времени было мало перед каждой игрой у меня было там одно или одна или две тренировки чтобы что-то там сделать что-то поменять но конечно это недостаточно потом пришел этот карантин все закончилось и и мы были последним клубом последним клубом хорватии который закончил тренироваться там еще понедельник вторник среду прошлой неделе там еще тренировали с очень маленькими группами там по три-четыре игрока но потом и этого не стало и теперь вот сижу дома вот такой вопрос там никого не обижая литовский футбол такой же в принципе как сейчас латвийский как хорватии приняли ну нет не то что футболисты тоже но вот про кого вы говорили болельщики журналисты все-таки для хорватии я думаю литва и латвия это не самые такие футбольные страны не было такого что а вот кто тут приехал но знаешь я единственный иностранец как вот из из который подальше здесь работает хорватии главным тренером здесь 10 клубов есть один словенец который работает высшей лиги но это словения хорватии даже те же самые балканы бывшие гославии я я единственный то конечно это давление она может быть теперь приостановилась потому что этот карантин но тоже я думаю люди понимают что так быстро за неделю ничего не поменяешь так так вот это давление пока так как будто не чувствую но я там прессу особенно какие-то комментарии вообще не не читаю не подписываюсь никаким там страницам чтобы на меня не действовала негативно просто делаю свою работу но самого первого дня я чувствую что я серьезно могу дать что-то и клубу игроками и и улучшить и тренировочный процесс и процесс некоторых вещей в клубе то вот всему нужно только времени знаю если надеюсь что этого времени получим еще в этом сезоне если будем его заканчивать если нету тогда будет полноценная подготовка уже к следующим сезон а поэтому вопросу нету хотя бы примерно когда мог могло бы начаться или тоже как везде наверное да но вот сегодня было была информация что самые оптимальные есть самые такие оптимальные сценарии потом второй средний дату по самому оптимальному сценарию то может лига начинать играть 9 мая но насколько это реально я не могу сказать но но конечно все заинтересованы что закончили этот чемпионат и тогда начали уже или или сразу другой чемпионат или еще готовились но теперь я думаю никто на эти вопросы не может ответить надо только ждать и надеяться что все будет хорошо согласен на большое а чу за то что нашли время поговорить и удать удачи и в риге увидим вас увидят болельщики сто процентов только не знаю когда я теперь вот застрял не знаю насколько долго сначала надо увидеть семью когда-то в ближайшие годы годы так негативно не я я шучу просто но конечно когда только будет возможность я я обязательно посещу и ригу и клубе и игры рф 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 спасибо тазби валдес дамбрауско специал пар футбол валдес